Сегодня это большое здание вызывает у горожан лишь ностальгию, но бренд Лысвинской чулочно-перчаточной фабрики рано списывается с счетов. Сегодня он переживает новое рождение. Возродить известную марку взялся пермский бизнесмен Олег Сосонов. Решение пришло очень быстро, спонтанно, времени на подумать было немного, поэтому в течение полтора-двух суток пришлось не только принять решение, а зарегистрироваться, найти человека зарегистрированного и поучаствовать в торгах и выкупить это здание. Давно хотел заняться производством, поэтому изучал производство изготовления пластиковых изделий, пластиковой посуды, биоразлагаемой упаковки. И так как хотелось заняться производством, узнал о фабрике, выкупил ее и решил восстановить производство. В предпринимательском деле Олег Анатольевич не новичок. Признается, что привычка подходить к любому делу основательно, очень выручает в работе. Я занимался основной вид бизнеса у меня был, это все вокруг транспорта, пассажирские перевозки. Я 26 лет им занимался, ну и продолжаю заниматься, предприятие никуда не делось, оно работает. Занимался поставками транспорта, техническим обслуживанием, запасными частями. Потом увлекся разведением форели, сейчас развожу форели, есть свои магазины по продаже рыбы, морепродуктов. В этом году мы вырастили первый раз 8 тонн форели и продали 250 тысяч малька. В этом году мы еще открыли кафе «Пермские сласти». Мне интересно познавать все новое, изучать, поэтому съездил на другие производства. В Москве был, в Белгородской области ездил, в Борисоглебск, в Ногинске есть такие производства. По лысвинским предпринимателям прошел, посмотрел, как у них настроены процессы. Выполнять сложную работу руководителя помогает кот. Рыжий красавец по кличке Носок возведен в должность младшего директора. Не оставляет без внимания ни одной мелочи. Нас, например, сопровождал во время всей съемки. В цехе деловито жужжат вязальные машины. Пока шум умеренный, потому что в эксплуатацию введено только 20 станков. Каждый производит 30-40 десятков носков за смену. Затем технологическая цепочка включает этап зашивки, формовки, подбора, пришивания этикетки, упаковки. После чего продукция отправляется на склад или сразу потребителю. Иными словами, на производстве соблюдены все технологии и нормативы для выпуска качественных носков. Кстати, заказы уже есть и довольно объемные. Сегодня с работой справляются всего 10 человек. Со временем штат будет расширен, так как планы у нового собственника достаточно амбициозные. Планов-то громадье и у нашего директора, и у нас тоже. Если, естественно, закупим новое оборудование, все равно закупится оно. И как бы там-то у нас, там-то мы развернемся. Там просто возможностей больше. И можно всякие рисунки сделать разнообразные. И модели разнообразные. Там у нас уже руки чешутся, можно сказать, побыстрее. Планы планами, а в ближайшее время необходимо привести в порядок то, что есть. Главная задача – возродить производство в том виде, в каком оно было раньше. Чтобы история предприятия, которая началась в 1942 году, не прервалась. Есть даже задумка создать при фабрике музей и включить его в маршрут промышленного туризма края. Поэтому все найденные при реконструкции артефакты собираются в одном месте. Мы решили восстановить все-таки бренд ЛЧПФ, ему столько лет, и такая история, и просто чтобы она ушла никуда, как-то неправильно. Хотим все-таки поддерживать марку ЛЧПФ, та, которая раньше была. Мы не будем делать дешевый простой носок, который там, грубо говоря, одноразовым его называют. Это нормальный, хороший, плотный, качественный, хэбэшный носок. То есть мы за качество отвечаем. Сейчас у нас идет процесс сертификации. Старые советские и российские ГОСТы, мы абсолютно им соответствуем. И на этикетке ГОСТ указан, его можно будет проверить. С кем бы мы ни разговаривали, с формовщицей Татьяной, технологом Еленой, вязальщицей Гулей, все очень рады снова вернуться в любимая цеха. Эти люди имеют большой стаж работы на фабрике. Становится радостно от того, что их многолетний опыт не пропадет зря. И на прилавках магазинов вновь появятся вещи с узнаваемым бело-голубым логотипом на этикетке. Лысвинская чулочно-перчаточная фабрика.